Шикар Аллаха! Слава Всевышнему! Получается! Закладка камня под строительство мечети состоялась еще в 1992 году, но к возведению объекта приступили только через 18 лет. Инициатором возобновления стройки стал в 2017 году руководитель исполнительного комитета Ренат Абдуллин. Все полумесяца установили, кроме минорета. Сейчас уже в городе все это вот, вот эта красота уже появилась в городе. Как установили минореты, вот эти полумесяца, она сдалека прямо уже зовет, вот сюда уже тянет. По проекту соборная мечеть состоит из пяти этажей. Объект рассчитан на 1200 человек, но в праздники может вместить и до 4000 верующих. В настоящее время работы по облицовке наружных стен мечети завершены. Их возобновят весной при наступлении устойчивой положительной погоды. В этом году из рев с половиной тысяч белого мрамора мечеть облицевали на полторы тысячи. Чем всего необходимо семь с половиной тысяч квадратных метров. На будущий год у нас планы такие, что по облицовке, конечно, надо постановить вашу работу сделать. Облицовка у нас на следующий год закончится? Да, да. Ну, такой задачей. А пока до нового года начнут работы по прокладке инженерных коммуникаций. Большая работа выполнена и по витражам. В ноябре в городе Петербурге изготовлено будет 28 витражей. В декабре мы начнем монтаж и по май месяц мы должны закрыться. Мэр города предложил перед началом зимнего сезона провести на территории мечети субботник и закрыть временно окна полиэтилена. Мы должны помогать нашим конфессиям, которые живут, трудятся, работают вместе с нами. Есть добрые люди и среди мусульман, и среди христиан, которые оказывают помощь и поддержку в строительстве соборной мечети и православной гимназии. Строительство соборной мечети Джамик ведется на средства меценатов. В настоящее время в проект уже вложено около 300 миллионов рублей. Общая стоимость работы оценивается примерно в 1 миллиард рублей. Лилия Агатина, Кирилл Хабзей, Новости, Набережные Челны.